Всем привет! И сегодня мы покажем вам отель Сирен Айленд. Пойдем? Территория очень приятная, много зелени, цветочков. Тихо, спокойно. Вкусно тебе, да? Одноразовые стаканчики, конечно, это такая жесть в этом отеле. Даже на ужин ты приходишь и хочется увидеть какие-то бокалы красивые, и эти не солидные, ужасные одноразовые стаканчики. Да-да. Вода в бассейне освежающая. Но, в принципе, если зайдешь, привыкнешь немножко, то плавать можно. Особенно, когда сильно нагрелся, потому что сгораешь здесь просто моментально. Кто-то хотел мне мочить волосы. Вот такую красоту нам сегодня сделали. Мы не оставляли сегодня первый день ни доллара, ничего, но все равно приятно. Сейчас покажу наш очень красивый вид с балкона. У нас вид на бассейн и на море. Это один из лучших номеров этого отеля. Если вы хотите здесь жить, вам это обойдется в 10 долларов, цена вопроса на ресепшене. Ну, либо вы можете бесплатно заселиться. Вам дадут, в принципе, такой же номер по обстановке, но вид из окна будет немножко грустный. Он будет выходить на стройку, на помойку, на дорогу, на пустыри еще. Жизнь хороша, когда не надо на работу, не надо на тренировки, ничего не надо. Просто лежишь в бассейне и расслабляешься. И вот для сравнения вид из вашего номера, если не дать 10 долларов на ресепшене. Жить можно. Если повезет, может быть вот так. Вот такая дорожка идет к морю. Ну, буквально 5 минут ходьбы и мы на пляж. Идем. А если побежать, то можно и за 2. Побежать. Беги. Это Света. Она все время спит, а мне скучно. Я не могу столько спать, я вообще мало сплю. Если нырять с отельного понтона, то здесь мертвые кораллы. Рыбки есть. Но лучше отойти метров на 300 правее к барону. Там очень хороший риф, много кораллов, красотища. Бerto ловMaybe. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова И А.Кулакова И А.Кулакова По поводу еды могу сказать так, голодными вы точно здесь не останетесь, выбор довольно большой, много очень салатов, много второго, супы очень вкусные, сладостей много, сейчас покажу. Меня добивают эти одноразовые стаканчики во время обеда, ужина и завтрака, хочется иногда выпить вина или чего-то другого из хороших бокалов. И проблема с помидорами, их просто нет, а я их люблю и я выковыриваю с украшений для салатов. Финики я не ем, а супчики я сказала, очень вкусные. И мясо выдают порцион, то есть не объешьтесь, рыбы очень много. Ну а так в принципе все вкусно, съедобно. Салатов очень много, но с помидорами тут явно проблема. А вот здесь очередь за супчиком. Света, возьми супчик. На обед тоже много сладостей, тортиков. Очередь движется очень медленно. У птичек тоже all-inclusive. Мясо выдают по порциям, так что сильно не объешься. А вот здесь на выходе из ресторана главного живут кролики. И едят капусту, которую туристы не доели. И салатик, листья салата. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Вот Юля вам рассказала, что здесь можно покушать. А меня интересует, можно здесь выпить. Пойду я возьму чего-нибудь пачу. Иди за бухлишком. А вот что творится в столовой, если прийти в начале обеда. Не протолкнуться. Это ресепшн отеля. Wi-Fi здесь нет. Выходишь из нашего отеля и попадаешь в пустыню. В пустыре до маршрутов очень далеко. Такси. Единственный вариант. Отсюда до Наама Бэй примерно 2-3 доллара. Больше не давайте. И до Улдмаркета 3-4 доллара. Сдачи от таксистов, как обычно, здесь не дождешься. Но мы хотим сейчас попробовать выйти к маршруткам. Идем. У нас каждый день новая красота на кровати. Почему он не падает? Ну что, прикольно, да? Не ломай птичек, она мне нравится. Мне очень классно вообще. Я такого не сделаю. Молодцы. С фантазией у них все хорошо. За этой неделе нам столько всего выкладывал этот мальчик в номере. Просто у него богатая фантазия. Еще какой-то человечек. Оставляешь доллар за уборку. Вот таких вот лебедей однотипных тебе крутят каждый день. Из цветочков. Прикольно. Я только что, придя в номер, чуть не получила разрыв сердца. Заходим, здесь шторы у нас задернуты, были темно в комнате, полумрак. И я захожу и вижу, что на кровати просто кто-то сидит, человек такой в чем-то черном. У меня просто еще сердце не выскочило. Блин, капец. Просто нужно иметь большую фантазию такую сложить из полотенец. Он еще туда в джинсы что-то запихал еще. Подушку, господи. Там подушка, там полотенце. Все как полагается. У меня погорели так на яхте. Морда сгорела, все печет. Я просто сейчас, не знаю, чем-то нужно мазаться, потому что мы будем вот так вот ходить. Сегодня заканчивается наш отдых. И хочется, наверное, сначала о плюсах. Вот это красивая территория. Нет. В общем, ладно, подведем итоги. У нас все это, мы не можем разговаривать. Подведем итоги. Плюсы. Их здесь совсем немного, я бы сказала, даже почти нет. Но территория очень красивая, очень зеленая, такая приятная. Дорога к морю недалекая, пару минут. Для бюджетной четверки это вполне нормально. То есть через дорогу переходишь и уже море. Что еще? В номерах чисто. Я сегодня искала очки под кроватью. Можно звать ревизора. Были, нету. Отлично. Ты еще про ободок унитаза скажи. Он тоже ничего. Питание. Кормят вкусно, стыдно и разнообразие большое. Ну, в принципе, на этом плюсы закончились. Ну, а теперь о плохом. Сегодня ночью мы уезжаем из этого отеля, Сирен Айленда. И у меня из кармана украли деньги. Не такая большая сумма, 11 долларов. Я их оставила детям на конфеты, чтобы в дьюти купить коробку конфет, которые Тай и Асин. Ну, прихожу, денег нет. Такой сюрприз. Да, при том, что неприятно просто. Мы ему всегда оставляли по доллару. Он у нас убирал там всякие фигурки, выкладывал на кровати. Мы еще не знаем, когда кончится история с моим кошельком. Я нервничаю. Нам сбили код на сейфе, я не могу достать свой кошелек. Третий раз сейчас идем на ресепшн, чтобы они пришли и прислали какого-то мастера, чтобы он отремонтировал сейф. Пока безрезультатно. Сейчас еще раз буду ругаться. В общем, впечатление такое, честно скажу, говняное. Нет этого отеля осталось. Я сюда больше никогда не приеду и никому не рекомендую. И здесь нет Wi-Fi при... А, да. Кстати, а Wi-Fi... Самое главное. Это вообще отдельная тема, как я могла забыть. Wi-Fi нет. Он платный. 11 долларов за неделю. Ну, такого я еще не видела ни в одном отеле такого прикола. И скорости нету вообще. Даже за 11 долларов вы не получите удовольствие в общении в сети. А детки мои остались без компетов. Дорожки. И вот я у бассейна забыла добавить. Название отеля этого Сирен Айлэнд. Но мне его все время, всю неделю хотелось называть Сирен Айлэнд. Все. На этом все. Приятного мне аппетита.